Самое главное – прозрачное взаимоотношение. То есть конструкторы, выхождение, решение, документация должны быть понятны. Если этих определённых прикладников, они должны завладиваться, они должны затягиваться по времени. Ну и, конечно, при этом при всём желательно не гонять инвестора, девеллопера по кабинетам. Принцип одного – она. А второе, как я уже сказал, это, конечно, помощь к инвестору. Ну и третье, наверное, оно самое предполагающее. Это прозрачных правил игры. Ну, к примеру, то, что касается Московской области. Значит, губернатор определил уже на повестке дня по поводу развития строительной индустрии и строительного комплекса. Нам абсолютно понятно, что строить ради того, чтобы строить в Московской области, ну, это нужно прекращать. Это первое. Второе – плотные застройки, которые существуют в Московской области, особенно на территории, которые прилегают, ну, там, 30 километров до 30-х километров из зоны адвоката. А, конечно, такую плотную застройку тоже нужно прекращать, потому что в прилегающих городах, такие как Химки, какая-то пельцово, как положито, как птичо, как жинопорство. Я долго могу продолжать. Жизнь у Мирограда стала просто невыносимой. Потому что в город в заехать не ехать, потому что нет места до парковки, потому что пропорционально с развитием, а, точнее, со строительством адеквативных домов, и строительство социальной инфраструктуры. И много вопросов, которые у нас сегодня... Смотрите, тренинги – это все в основном к нам. Потому что бизнес приходит к тому, чтобы зарабатывать. Как раз они позволяют, и нормы, правила действующие делать, то есть зарабатывать деньги. Дай бог, но только за. Но все-таки нужно принять правила игры. И сегодня губернатор сказал, что главная задача, на которую будет обращать внимание правительству Масковской области при развитии состроенной территории и при комплексном освобождении территории, это такие комплексные подходы. Это первое – гармоничное развитие населения, города и районов. Второе – это комфортные седа обитания, приисло для жителя. А отсюда необходимые требования, которые в том числе будут приемлемыми для инвесторов и застройщиков. Девеллевомер. И вот все эти процессы нужно гармонизировать. Я знаю, что Алексей Воронцов у нас сегодня занимается в проектной разработке новых РНГП. Это региональные нормы игр от проектирования, которые будут ложиться в основу. То есть это основные правила игры, по которым, собственно, будет играть весь рынок, на который будет обращать весь рынок. Вот сегодня эти РНГП, они существуют, которые были видны 1 мая 2012 года. К сожалению, все не исполняются. Вот вырабатывают новые правила игры. Что в основном докладывают? Алексей Воронцов, конечно, скажет, я очень горден. Что значит комфортность для обитания? Это жизнь без высоток особая. Это достаточное количество мест для стоянок и прогулок, парков, зон отдыха, детских площадок, там, где люди будут отдыхать. Это хороший развязки транспортные, хорошая социальная инфраструктура и доступная социальная инфраструктура. При этом, при всем, понятная цена, которая складывается. Я понятно, что для многих настройщиков, которые здесь присутствуют, я говорю те вещи, которые сложно обзинить в едины. Потому что, как же так? Комфортная седа, да? Тут же ее эконом-класса, который там должно быть дороже сложившейся на рынке. Плюс еще ставится задача президента о снижении цены на 20%. Вот тут как раз возникает вопрос, все-таки в каком-то точечная застройка, правильно сказать, самое простое, но, скорее всего, в Московской области не приветствовать, не будет. Более того, сейчас у меня особое внимание, потому что уплотнять эту самую застройку уже не у кого желание. И я думаю, что и главы, и все, в том числе, однозначно, прочувствовали это, поняли, что точечной застройке в Московской области быть должно. Второй момент. Комфортное настроение территории. Это однозначно плюс, это однозначно интересно. Но должен быть гармоничное развитие территории. Ну, к примеру, если в районе или в городе начинают комфортно строить свободную территорию, когда мы понимаем, что в городе нет развязок, непонятно, как будет того и ездить, когда в городе нет рабочих мест, мы понимаем, что эта территория будет напрягать на транспортную инфраструктуру, при этом нет решения до сих пор проходить территорию по развязкам. Когда мы понимаем, что в городе рабочие на детские сады, там, на ближайшие 10 лет вперед, там огромное количество детей, которые ждут места в детских садах, не хватает школ, не хватает поликлиники, не хватает больниц, недостаточно пожарных депо, то я не думаю, что вот такая будет радость особая в комфортно-садовой территории. Тогда возникает вопрос, а что интересно? Интересно, наверное, вот очень такое важное понятие в Кодексе Российской Федерации развитие достойной территории. Там, где жилье уже построено, там, где жилье некомфортное для проживания, там, где бараки и живут в себе уже ресурсы и ощерпал под 70% высших нос. И, конечно, возвращаясь к РНПП, и Алексей это подтвердит, губернатор ставит четкую задачу, он говорит, общие правила игры для всех, но особые правила для тех, кто будет решать вопрос развития застроенных территорий, которые будут переселять, решать социальную нагрузку не только по местным садам и школам, которые будут переселять. Там возможно послабление плотности застройки и этажности, и там возможно участие области в инфраструктуре модернизации жильябных сетей, в том числе и дорожных сетей. Мы по поручению губернатора провели мониторинг всех аварийных домов и всех ветхих домов. Ну, адрес у нас прямо в ближайшее время. Будет понятно, что по ветхе дома. Вот. Но сейчас я хочу сказать про аварийные дома. Вот вы сейчас смотрите карту. Значит, все, что пометено, осениками домиками, те муниципальные образования, которые участвуют в программе 1912 года, в переселении граждан с аварийных домов. И такое переселение у нас уже состоялось. На сегодняшний день 4,5 тысячи человек переселено. Это 7,8 тысяч метров квадратных. На 12-й и 15-й год мы придумаем, что мы прилили программу, что это будет 220 тысяч метров квадратных, 6,8 домов, которые будут переселены в ближайшие 3 года. Программа начала работать. Уже бюджетные заявки одобрены. В ближайшее время состоятся аварийные тендеры. В ближайшее время будет переселить граждан. Это хочу подчиснуть. Аварийные дома. Пришли до 1 января 2012 года. А то, что касается по ветхому жиле. Вот тут, коллеги, мне лучше внимание. 2 миллиона 300 тысяч, почти 300 тысяч метров квадратных жиле. По статистике у нас сегодня аварийные. все задаются вопрос, как переселять. Тут как раскопленный подход развития застроенных территорий. И таких программ у нас в муниципальных образованиях принято уже на 1 миллион 283 тысяч метров квадратных жилья. То есть по муниципальным программам развития застроенных территорий. У нас будет переселено 1 миллион 283 тысяч метров квадратных жилья. Плюс 300 тысяч это по аварийке. Итого мы понимаем, что 700 тысяч нас останется переселить. Вот по этим домам, 700 тысяч метров квадратных, нам пока еще непонятно. И губернатор поставил задачу, чтобы в течение месяца мы уже определили механизм переселения оттуда граждан, то есть тех домов, которые на 70% нас самортизировали. В связи с этим задача сегодня номер один. и абсолютно все, собственно, застройщики, девелевые оборы, которые будут причастливать в программу «Добро пожаловать», всегда открыты двери. «Более того, наше председление комитет, и я как министр, возглавляя комитет, могу сказать нам, что мы заинтересованы в таких застройщиках. Мы готовы вместе с людьми в течение региона муниципальных джавров. И по каждому такому дому отдельно принимать решение».